Девушки отдыхают Алексей Шефер Всем известно, что скоро праздник Новый год А какой Новый год у нас? Без чего? Без колбасы Ни один Новый год, конечно же, невозможен без колбасы Но мы сегодня с вами будем готовить Очень интересные блюда Для новогоднего стола выбираем прежде всего Качество Мы остановились на продукции фирмы Брюки Итак, блюдо номер один Брускетта с муссом из докторской колбасы Для этого нам понадобится Докторская колбаса Сливки, каперсы Микрозелень Это у нас идет роски гороха Вообще это тренд сезона сейчас Микрозелень О ней я расскажу далее Немного поподробнее И нам понадобятся еще томаты черри Ну и любой багет, который вам нравится Ну что, начнем? Сначала превращаем колбасу в кубик Затем нарезаем багет Из оставшейся части хлеба Берем немного мякоти Добавляем сливки Полученную массу тщательно перемешиваем С помощью блендера Мусс готов, теперь займемся тостами Выкладываем наш багет Батон, кому как нравится, так его и называем И обжариваем до получения хрустящей корочки Самое важное, чтобы в центре батон был еще мягким Пока поджаривается хлеб, займемся чесноком Кстати, чтобы облегчить процесс очистки Лайфак от шеф-повара Берем головку чеснока И аккуратно ее раздавливаем Все, видите, все у нас легко отделяется И теперь аккуратно счищаем кожуру Как это сделать? При помощи ножа Взяли, надавили Натираем обжаренные основы для брускетта чесноком И покрываем их муссом Затем украшаем помидорами черри, каперсами, листьями рукколы и тертым пармезаном Ну и все, наша брускетта готова Ушло на это времени у нас 10 минут Блюдо номер два Без этого салата Новый год будет не настоящим Мы приготовим привычное всеми новогоднее угощение в виде тако с телячьей колбасой Давайте начнем с соуса Для соуса нам понадобится лук и майонез Сейчас покажу, как можно сделать из обычного майонеза и лука Очень вкусный соус для оливье Обжариваем лук до золотистой корочки, колбасу нарезаем пластинками Ну и какое оливье без овощей? Морковь мы запекали в фольге Вкус у нее остается более насыщенным, потому что не выходит лишняя влага С картофелем мы поступили точно так же В качестве яиц мы будем использовать такие небольшие перепелиные яйца Овощи мелко нарезаем, теперь займемся соусом Смешиваем лук и майонез с помощью блендера, затем соединяем с овощами и немного солим Делаем интересную подачу Берем тонкий пласт телячьей колбасы Кладем его в руку Складываем И выкладываем сюда нашу начинку Видите-ка, интересно у нас все получилось Скрепляем наш тако шпажкой Последний штрих Украшаем перепелиными яйцами, микрозеленью и не забываем поперчить Ну и третье блюдо, которое мы сегодня приготовим Это будет у нас закуска из запеченного картофеля С двумя видами колбасы Это у нас краковская колбаса Мясной орех от компании Бюнки И медово-горчично-цитрусовой заправкой Берем картофель, обязательно его моем Кладем в духовку на 200 градусов на 45-50 минут Дальше достаем и у нас аромат картошечки из костра Разрезаем картофель пополам, достаем сердцевину Кожуру не выбрасываем, она пригодится для оригинальной подачи Начинаем готовить горчично-медово-цитрусовую заправку Для этого нам понадобится небольшой сотейник Мед, горчица обычная, горчица зернистая Цедра лимона, ну и любовь повара Наливаем в сотейник горчицу, добавляем воду, цедру лимона и мед Сладкий аромат распространяется по всей кухне Пока готовится соус, нарезаем колбасу и мясной орех кубиками Теперь начинаем собирать нашу закуску Сначала в нашу кожуру, очищенную от картофеля, добавляем немного картофеля Немного мясного ореха, немного колбасы Таким образом картофель у нас заполнен Поливаем блюдо медово-горчично-цитрусовым соусом Украшаем каперсами и зеленью Итого мы приготовили три холодных закуски меньше, чем за час Ну а теперь финальный штрих Добавьте к угощениям новогоднее настроение И наслаждайтесь праздником Всем приятного аппетита!